МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как отметили, Международный день шахмат. Задержаны были за что сотрудниками полиции? Задержан очередной участник группы вымогателей. В Смоленске ликвидировали подпольную нарколабораторию. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня в России все следователи отмечают профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия. Это относится к специалистам Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. 25 июля 1713 года был издан указ Петра I о создании Следственной канцелярии гвардии майора Волконского. Она явилась первым государственным органом России, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению предварительного следствия. Региональный этап творческого конкурса на лучшее освещение темы развития атомной энергетики «Чистая энергия» включал в себя четыре номинации – «Ликбез про САЭС», «Атомная судьба», «Объектив», «Правда онлайн». О том, кто участвовал в конкурсе и каковы его итоги, смотрите в нашем сюжете. В региональном этапе конкурса приняли участие журналисты, ведущих печатных и электронных изданий, информационных агентств, видеоблогеры. На суд жюри они представили 31 работу. Победителей конкурса приветствовал заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Анатолий Терлецкий. «Смоленская атомная станция действительно работает надёжно, безопасно. И это экологически чистое предприятие. И вам спасибо за то, что вы правдиво, честно, откровенно доводите информацию о нашей работе до населения Смоленской области». Среди десногорцев наград удостоились Ольга Гулинская – корреспондент радио ДЛСФМ, Елена Маркова, Оксана Шамарова – корреспонденты газеты «Смоленский атом», Инна Косинкова – редактор «Смоленского атома», Евгения Коваль – главный редактор телерадиовещательной компании «Десна-ТВ» и корреспонденты ТРВК «Десна-ТВ» Любовь Мишакова и Татьяна Ионкина, а также Людмила Кирсанова – редактор информационно-справочного сайта «Десногорск.ру». Всем награждённым, кроме дипломов и памятных подарков, были вручены удостоверения и знаки «Гражданин страны Росатом». Победители регионального этапа творческого конкурса примут участие в дивизиональном этапе конкурса «Энергичные люди» и поедут на фестиваль СМИ, который пройдёт на Калининской АЭС. В Рословском районе в четвёртом квартале этого года откроют швейное производство. Представители компании «Ростех», владеющие известным брендом «Дика Орхидея», обсудили вопрос расширения швейного производства в области с губернатором Алексеем Островским. Отметим, что одна швейная фабрика этой компании уже работает в Гагаринском районе. На ней трудится порядка 400 рабочих. На Рословской фабрике инвесторы пока планируют предоставить свыше 100 рабочих мест. Кроме того, обсудили перспективы развития других направлений бизнеса компании «Ростех» на территории области. У святого истока Днепра 29 и 30 июля состоится праздник, посвящённый Дню Крещения Руси. Торжество пройдёт на территории Свято-Владимирского мужского монастыря, который расположен в Сычёвском районе. Гостей ждут божественная литургия, крестный ход, представления, ярмарки и мастер-классы народных умельцев. Номер паломнического Смоленского центра, который организует поездку, вы видите на экране своего телевизора. А 22 августа на территории Гнёздовского археологического комплекса состоится открытие фестиваля исторической реконструкции и славянской культуры. За два дня любители истории посетят бытовые инсценировки эпохи Средневековья, попробуют блюда тех времён, увидят исторические костюмы. Десногорские шахматисты приняли участие в шахматном турнире, который проходил в городе Смоленск. Подробности далее. 20 июля во всём мире отмечался День шахмат. В рамках этого события в городе Смоленск прошёл шахматный турнир. В нём приняли участие 34 шахматиста из разных районов Смоленской области и города Витебска, Республика Беларусь. Наш город представили сильнейшие. Несмотря на продвинутые компьютерные игры, интеллектуальный вид спорта популярен у нас в городе. Работает шахматный клуб, а на базе Дома детского творчества шахматной секции о злой мастерства изучают юные десногорцы. Вот и в этот раз Десногорск подтвердил звание спортивного города Смоленщины. Вторую лидирующую позицию в турнире одержал десногорец Владимир Переходкин. И лучшим среди сеньоров это шахматисты старше 60 лет стал Павел Половец. Смоленская область страдает от погодной стихии. В интернет попало видео размыва дамбы через реку в Холмжерковском районе. А это единственная дорога. 11 жителей деревни Сельцо остались ещё и без света из-за падения опоры ЛЭП. На месте ЧП работают спасатели. На Смоленщине задержан подозреваемый в вымогательстве. Ещё одного участника банды крышевателей, которая промышляла в Ярцевском районе, задержали полицейские. Подробности в нашем репортаже. Сотрудниками Ярцевского управления уголовного розыска был задержан подозреваемый, который в составе группы лиц занимался вымогательством денежных средств у местных предпринимателей. В феврале 2016 года при силовой поддержке бойцов СОБРа по подозрению в совершении грабежа, совершённого группой лиц по предварительному сговору, были задержаны шестеро жителей районного центра. В рамках расследования данного уголовного дела была установлена причастность четверых из них к вымогательствам на территории Ярцевского района, а именно к криминальному крышеванию предпринимателей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье вымогательства, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в том числе с применением насилия. В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты несколько единиц оружия, бронежилеты и электрошокеры, при помощи которых злоумышленники оказывали психологическое и физическое воздействие на своих жертв. Следователи следственного управления совместно с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Смоленской области продолжили работу по выявлению и документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также по установлению иных участников группы. Так, в ходе проведенного следствия оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к одному из фактов вымогательства жителя города Ярцево. Один из потерпевших прямо указал на данного гражданина как участника группы. В настоящее время установлена причастность членов группы к шести эпизодам. Полицейские области уделяют особое внимание к неплательщикам штрафов. С начала этой недели в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Сотрудники полиции напоминают жителям региона о необходимости уплате административных штрафов в 60-дневный срок. В ходе тщательно спланированного оперативно-боевого мероприятия сотрудниками управления ФСБ области в городе Смоленске ликвидирована подпольная лаборатория по производству сильнодействующих синтетических наркотиков. С поличным задержаны гражданин Украины и гражданин России, имеющий вид на жительство на Украине, осуществлявшие в домашних условиях химический процесс изготовления наркотического вещества мифедрон. Мифедрон – это новый клубный наркотик, мощный стимулятор нервной системы и эмпатоген, вызывающий эйфорию. Он вызывает много побочных эффектов – психозы, паранойя, тахикардия, гипертония. Зависимость может возникнуть после однократного применения, которое порой приводит к летальным исходам. У задержанных было изъято 352 грамма наркотического вещества мифедрон и 45 килограмм компонентов для его производства, а также дорогостоящее лабораторное оборудование. Сейчас немного о спорте. Легендарный боксер, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев посетил Смоленск и провел мастер-классы по боксу в Государственной Академии спорта для юных смолян. 31 июля в 12.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» состоится открытый турнир «Атомбаскет 3х3». Принять участие могут все желающие от 16 лет и старше. Победители будут награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. На Смоленском кольце 27 и 28 августа пройдет шестой этап серии кольцевых гонок. Соревнования состоятся в день, когда дорогобужцы будут отмечать праздник города. Поэтому организаторы РСКГ обещают незабываемое шоу. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.